МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика, газификация, развитие регионального транспортного узла. На этой выставке в Совете Федерации представлены прошлое, будущее и настоящее Мурманской области. Тему, как именно жизнь на севере, обсуждают на этой неделе сенаторы. Перед началом бренарного заседания выставку посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом она детально ознакомилась с достижениями региона. Отдельного внимания заслужила перспектива развития морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. Инвестиции в проект решено увеличить до 6 миллиардов рублей. Планируется, что танкеры-газовозы будут доставлять СПГ с арктических месторождений, а далее его будут перегружать в плавучие хранилища для кратковременной консервации или методом борт-в-борт на конвенциональные суда. Реализацией проекта занимается компания «Новотек». Когда «Новотек» проложат газовую трубу с Ленинградской области, пойдет газификация, правильно? Мы о чем договорились? Труба. А так как решение президента о трубе, сейчас будет решение, что «Новотек» вы сделали быстрее, еще появится проект по сжижению газа. Сейчас заводы, которые «Новотек» выпускают, первый уже пошел на Ямал, еще три таких завода мы планируем поставить. Зашел разговор и о развитии закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов в арктической зоне. По словам губернатора Андрея Чибиса, таковых в регионе 27. И по большей части это военные городки, в которых проживают около 150 тысяч человек. И проблем там накопилось немало. Изножность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках из АТО это ощущается еще острее. Чтобы исправить ситуацию, регион привлек значительные средства. «Инновация и акцент по 10 миллиардов сейчас в год – это существенный вклад». «Но это большие деньги, если с умом их расходовать, экономно». «За 4 года в эти города мы вложили 14 уже». «Люди чувствуют, что процессы чувствуют, что улучшается. Сложность жизни, комфортная жизнь». «У нас флот проголосовал лучше в всей стране». «Ну, это правильно». Еще одна трудность закрытых территорий Заполярья – их обособленность от областного центра и других городов. Ее особенно чувствуют женщины-военнослужащих, проживающих в АТО. Проблему их самореализации в Мурманской области решает программа «Звезда Севера». «Практически 20% населения у нас проживает в АТО. У нас 5 закрытых территориальных образований. И объективно там мало событийных мероприятий, там мало возможностей для саморазвития женщины. Наша программа позволяет нашим женщинам сплотиться, узнать что-то новое, найти возможности для самореализации, найти возможности новой работы». Лекции, семинары, мастер-классы. Участницы проекта не только живут активной жизнью, но и регулярно делятся своим опытом с новичками. Для этого создаются женские советы при гарнизонах «Зато». Проводятся конференции. За последние три года в них приняли участие более 16 тысяч представительниц прекрасного пола. Похожие программы существуют и для развития молодежи Заполярья. Проект «Сопки» – это площадки, на которых молодые люди могут бесплатно воспользоваться каворкингом, спортзалом, а также прослушать мастер-классы и лекции. «Прежде всего они между собой общаются. Они играют в разные игры. Они занимаются музыкой. У нас есть «Сопки», в которых оборудованы специальные, практически профессиональные музыкальные студии о записи, где они занимаются музыкой. Они устраивают концерты, они танцуют. У нас есть еще «Сопки-спорт». Это тоже как бы разновидность молодежного пространства. Итоги Дня региона в Совете Федерации подвел глава Мурманской области Андрей Чибис во время пленарного заседания. На этой площадке, в этом зале мы поднимаем и поднимали вопросы. При вашей поддержке они находят решение. Я уже говорил об этом. Это и уход от мазута зависимости, это и реновация наших ЗАТО, военных гарнизонов. Мы эту поддержку чувствуем и видим. И вот готовясь к этому мероприятию и до заседания комитетов, и в момент заседания комитетов, хочу отметить очень четкую работу всех уважаемых коллег, потому что подготовленный тот набор решений, который действительно позволит дальше нашу область, как флагман развития Арктики, активно двигать вперед. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что все проекты и программы, которые реализуются в Заполярье, всегда находят самый живой отклик у сенаторов. И такой интерес к региону, безусловно, и то, что происходит, нужно и дальше поддерживать, и конвертировать все эти достижения в качество жизни мурманчан. Они действительно этого заслужили. И вот имея такие возможности, конечно, люди прави рассчитывать на рост зарплат, на рост их благосостояния, хотя с ростом зарплат, так сказал Андрей Владимирович, регион уделяет этому внимание. Мурманская область готовит проекты на общую сумму более триллиона рублей. Толчок этому дали новые налоговые режимы. Благодаря им бизнес получает большие квоты через статус резидента свободной арктической зоны. В этом свете Заполярье рассчитывает на дополнительный объем инвестиций в экономику региона из федерального бюджета. Артем Пашнин, Михаил Чупрасов. Вместе. РФ. Артем Пашнин